Простыми словами и красивыми кадрами о том, что интересного происходит в нашем большом и стильном городе. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте. Сентябрь это начало в том числе и культурного сезона. Все события с открытых площадок перемещаются в театры, выставочные и концертные залы. Перемещается постепенно, как, например, джазовый фестиваль «Какой удивительный мир». Стартовал он с большого уличного музыкального шествия, а затем продолжился концертом на открытой эстраде арт-сквера. Ну что я вам рассказываю? Давайте лучше посмотрим. Джазовое шествие по Кировке и набережной от площади Дарт-сквера – это настоящий взрыв эмоций. И это только начало джазового фестиваля «Какой удивительный мир» – традиционного, международного и масштабного. К нам с радостью все едут. И смотрим, у нас в этом году шикарная компания. Да и Дорин, Аккуратов. Аккуратов делает с Долиной шикарную программу с нашим симфоническим оркестром. Специально написано 13 программ. Бугаев сделал аранжировки. Это только в Челябинске, только сейчас. И у нас вообще джазовая столица Урала, если вы знаете джазовая, потому что здесь эта история, здесь настолько намолено джазом, все, город намолен джазом. Сюда все с радостью приезжает и всегда здесь с радостью выступает. Музыкальную эстафету у участников стрит-парада принял эстрадно-джазовый оркестр детской филармонии под руководством Антона Бугаева. Концерт на открытом воздухе длился более четырех часов. Пока зрители предвкушают приятные эмоции, музыканты сконцентрированы на творческих задачах. В сжатые сроки надо успеть отрепетировать выступления с гостями. Все трудности всегда заключаются в том, что, как обычно, очень мало времени для подготовки концертов с гостями, которые к нам приезжают. Ну, во-первых, у нас новый гость, который ни разу не был у нас в городе. Это Альбабетский, великолепный израильский пианист, композитор, певец, который привез свою авторскую программу. Он выслал нам заранее ноты. Мы их посмотрели. Вчера вот уже свели все это вместе с ним. Я думаю, зрители получат огромное удовольствие. Сталин Бобицким у нас была буквально одна репетиция. Вчера вечером, поздно вечером, после концерта в филармонии. И сегодня мы на саундчеке прогнали по второму разу, так скажем, репертуар его. Слава Богу, что с Этери мы уже давно знакомы, и эту программу уже работали, почти полностью работали. Буквально пару свежих номеров добавили. Ну, вот основная проблема в нехватке времени. Я здесь впервые, в Челябинске, впервые выступаю в Челябинске, и все до сегодняшнего дня прекрасно. Репетиция прошла хорошо. Надеюсь, что все прозвучит отменно. Я жду, что публике понравится моя музыка, и у нас будут хорошие ощущения вместе. Джазовая музыка имеет такую специфику. Джазовых музыкантов не нужно уговаривать долго, чтобы они приехали. Их вообще не нужно уговаривать. Если им позволяет их гастрольный и концертный график, я ни разу в своей жизни не слышала отказа. Потому что джазовая музыка – это искусство исключительно живое. И оно базируется не только на каких-то навыках и умениях, которые музыкант накапливает в течение всей своей творческой и профессиональной жизни, но еще и на общении со зрителями. А джазовые фестивали, так исторически сложилось, привлекают максимально большое количество зрителей к джазовому искусству. В Челябинских театрах, между тем, тоже готовится к началу нового театрального сезона. И, кстати, обо всех событиях мы по-прежнему узнаем из мобильного приложения «Культура и искусство Южного Урала». Иногда в жизни не хватает чего-то утонченного. Классические концерты, балетные и оперные постановки? Ищите в приложении «Культура и искусство Южного Урала». Приложение одно. Культурных событий много. Наш визит в оперный театр в новом сезоне начался не со съемок, репетиций или интервью, как это обычно бывает, а с посещения буфета. И не с целью изучить ассортимент закусок и напитков, а чтобы оценить новые интерьеры. Забота о зрителях. То есть мы не только там для себя что-то ремонтируем, но в первую очередь мы думаем всегда зрители. Итак, в буфетах теперь еще больше пространства, еще больше столиков, стойка из дерева или искусственного камня, качественная мебель. И самое захватывающее – фрески. В одном из буфетов они посвящены опере. Аида, Кармен, призрак оперы. А в другом – балету. Танцовщицы предстают в четырех стихиях – огонь, земля, вода и воздух. Но вернемся к художественной теме. Все-таки мы в театре. Театр оперы-балета – единственный музыкальный театр города Челябинска. Поэтому мы должны научиться охватывать не только тех, кто любит оперу или балет, но и тех, кто любит рок-оперу, которые любят мюзиклы. Мы решили продлить эту историю. Уже мюзикл первый, который выйдет 7-8 октября. Он рассчитан не на маленьких детей, как «Алиса в стране чудес», а уже на более старший возраст. Но мы его также презентуем как спектакль для всей семьи. Вот это «Алые паруса», тема известная Максима Дунаевского. Режиссер-постановщик наш местный Тимофей Соколов, а руководитель проекта у нас Вера Арбузова, которую мы знаем здесь по спектаклю, который наделала Анна Каренина. Вот она руководитель проекта и хореограф этого спектакля. Вот премьера 7-8 октября. Мы вас приглашаем всех. И вот 17-18 февраля, уже определены дни, будет премьера оперы «Джакомо Пучини» Турандот. Вот буквально вчера мы закончили переговоры и с Вячеславом Окуневым, художником, и с Вячеславом Стародукцевым, режиссером. Вот определили сроки, репетиции, графики. В дальнейшем, пока рано говорить, я боюсь всегда заранее говорить, пока ничего не решено. Но у нас ждут еще две премьеры, которые так же никогда не шли и которые будут специально написаны для театра. Вот даже так. Вот поэтому чуть попозже мы об этом расскажем. А теперь переместимся в камерный театр. Здесь новый сезон открывается премьерой. И какой премьерой? Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма Дэнзи нашего Шекспира? И замахнемся! «Убивая Гонзага» – это такая пьеса из пьесы. Из пьесы «Гамлет». Там есть своя пьеса, которую Гамлет представляет. И мы ее вынули и сделали таким отдельным событием, отдельным спектаклем. Но это будет очень экспериментальная история, потому что она будет как-то перекликаться с современностью. Там действующие лица не только артисты, но и камеры наблюдения. Так вот наш зритель тоже окажется под постоянным неусыпным контролем этих камер. Попадать в зал зритель будет необычным образом. Ну и мы надеемся, что мы удивим тех, кто придет на премьеру. По постановке «Убивая Гонзага» мы посвятим отдельный сюжет. А прямо сейчас – о других планах камерного. И мы ждем 14 коллективов со всей страны сюда к нам в гости. На пяти площадках мы будем принимать наших гостей. Это спектакли малых форм, спектакли-эксперименты, необычные легенды и открытия. Так мы такой подзаголовок выбрали. Так вот, будут легенды. Екатеринбургский тюз, например, представит свою каштанку. Открытия тоже будут. Необычные спектакли. Например, один из них пройдет в баре. В самом настоящем баре. «Счастливая Шарлотта», которая будет рассказывать о непростой женской судьбе, показывая при этом фокусы. Будет у нас спектакль огромный. Просто декорация выстроена на малой сцене театра драмы. Но там может поместиться только 30 зрителей. Туда тоже нужно успеть попасть в этот невероятный батискав, который там построят. В течение двух дней, между прочим, его будут возводить. Еще один сюрприз, который мы приготовили в пятницу, 13 октября, у нас будет «Вий» в 12 часов ночи. Перский театр у моста представит этот спектакль, и мы все погрузимся в эту таинственную атмосферу. И закончим мы фестиваль нашим спектаклем, спектаклем Камерного театра премьеры прошлого сезона «Трое под одной крышей». Как ты посмела! Мне! Мой подарок! Бессовестная! Ах! Забирай тогда! Забирай свои гусы! Забирай! Что?! Мы стремимся к победе, но иногда не все идет по плану. Ищем новых себя или пытаемся принять причудливыми других. Иногда это бывает непросто. И в череде будней мы чувствуем, что нам очень нужен антрак. В приложении «Культура и искусство Южного Урала» вы найдете современные и классические спектакли, вдохновляющие выставки и музеи, масштабные фестивали и ярмарки, увлекательные мероприятия для детей всех возрастов, концерты, балетные и оперные постановки. Ищите интересное, ищите свое в приложении «Культура и искусство Южного Урала». Приложение «Одно». Культурных событий много. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Что сегодня только не придумают для снижения уровня стресса и восстановления жизненных сил, которые так необходимы в наши дни. Мы, конечно же, все идеи на эту тему мы по-прежнему собираем для того, чтобы поделиться ими с вами. Контроль веса. Возвращение энергии. Детокс. Проснулся уже устал – это тоже про эту историю. Люди, продвинутые в вопросах профилактической медицины, часто принимают так называемые «коктейли здоровья». Это специальные витаминные капельницы, которые улучшают состояние благодаря прямому попаданию компонентов. Основных программ у нас шесть. Поддержка сердца, антистресс, возвращение энергии, стимуляция мозга, контроль веса и детокс. Определенные микроэлементы расписываются, которые, по сути, можно при отсутствии индивидуальной непереносимости и возраста старше 18 лет проделать всем. И все мы на них почувствуем какой-то прилив сил, энергии, ну и почувствуем, в первую очередь, результат. Самые популярные капельницы – это детокс и снижение веса. То есть это комплекс такой тоже подобранной терапии, который можно использовать в качестве монотерапии, но лучше это все-таки включать в комплексную терапию при снижении веса у пациентов, при склонности к какой-то отечности. Даже можно пациентам там очень хороший состав, в том числе с сахарным диабетом использовать, при снижении памяти, внимание, вот такие вот вещи. Капельницы детокс, они тоже имеют определенную курсовую схему. Схема, опять же, интервал, периодичность, все расписывается индивидуально с учетом ваших противопоказаний, показаний. Причем капельница детокс, она не только на общее самочувствие, это в том числе и про работу печени, это про работу вашего мыслительного аппарата в плане мозговой активности, про выведение токсинов, то есть детокс в глобальном смысле слова. Процедура проводится в комфортной обстановке, под чутким контролем медицинского персонала. Как правило, для наилучшего результата требуется от трех капельниц. Конечно же, все назначения делает врач после приема и сбора анамнеза. Подробнее о коктейлях здоровья можно узнать, перейдя по QR-коду на экране. В былые времена секрет стильного гардероба многих женщин таился в швейной машинке, которая была практически в каждом доме. Если раньше женщины шили себе из необходимости, то сегодня они делают это ради удовольствия. За примером далеко ходить не надо. Одиннадцать лет назад муж подарил машинку швейную. Захотелось мне сшить юбку. Самое время сшить от легкого шифонового платья до шубы. Уход западных брендов из России повлиял и на Академию шитья борда. Но это не значит, что тем, кто хочет и любит шить, больше некуда идти. Команда приобрела новое название и стала самостоятельным брендом. Швейные программы мы, конечно, оставляем, потому что они проверены опытом. Это практика, это многолетние стажировки. У нас преподаватели проходили соответствующие подтверждения квалификации. Но появляются новые швейные программы, новый подход в работе. В день открытия Академии шитья Грин гостям и ученицам школы предложили принять участие в мастер-классе от Тесуры. По пошиву твилли. Твилли – это такая текстильно малая форма, можно сказать. Небольшой аксессуар, который можно повязать и на шею, на запястье, на сумочку. Если предыдущее поколение шили вещи из-за дефицита одежды и необходимости, то сейчас же эта история приобретает иной смысл. Шить своими руками – это приятное с полезным. Как говорят, это кастомизация в лучшем виде. Заходя сейчас в магазин, я уже не смотрю на то, что висит, я смотрю на швы. Это первое. Ну, я шью своим детям, шью своему мужу, себе, родителям. Нервы успокаивать, восстанавливать свой баланс, так скажем. Именно у меня пришлось это на шитье. Это изначально было как антистресс. Снять напряжение, расслабиться. Которое я хочу, чтобы нечто большее переросло. Потому что вот эти занятия руками, они разгружают наш мозг, наши ежедневные и повседневные обязанности. От работы, от семьи отвлекают. Это то, что позволяет женщине быть женственной, чувствовать себя очень благодатно. Для чего мы, женщины, на свет рождены? Чтобы украшать этот мир, создавать что-то очень ценное и красивое. Это хобби, кстати, имеет еще и практически смысл. Мало того, что мы снимаем стресс, еще и получаем эксклюзивные и уникальные вещи. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Я пришла в ЗАГС, и у меня просто из головы вылетело. Не могла избавиться от этого синдрома бесплатного фотографа. Я пытаюсь раскрепостить человека. Приходится даже шутить какие-то шуточки. Фотограф сегодня профессия популярная. Для большинства мастеров этого дела все начинается как хобби. А самые последовательные и увлеченные находят в этом занятии дело жизни. Знакомьтесь, идейная и целеустремленная Юлия Данильчук. Честно, фотографом я не мечтала стать. Где-то давно, в далеком детстве. Почему-то я хотела стать поваром. Я не то что любила готовить, я любила просто вкусно кушать. Получилось, что учиться на повара я тоже не пошла. Пошла учиться на экономиста. Работала после обучения несколько лет в этой сфере. Мне стало честно, скучно. Показалось, что я трачу просто свое время, когда просиживаю просто в офисе. И, скажем так, вспомнила свою старую фотокамеру. На тот момент это была непрофессиональная фотокамера. Мы часто ездили с друзьями отдыхать. И мне хотелось запечатлеть каждый момент нашего отдыха. Какой-то новый город, новая локация. Я поймала себя на мысли, что картинка уже не та. Что-то хочется более интересного. Потому что я смотрела работы других фотографов. И поняла, что хочу дальше развиваться в сфере фотографии. Для этого нужно обучаться и поменять, естественно, технику. Параллельно фотографировала, когда приобрела камеру. Но также фотографировала своих родных, близких, друзей. Очень долго не могла брать с них деньги. Не могла избавиться от этого синдрома бесплатного фотографа. Мне казалось, что я еще не настолько уверена в своей работе, что могу брать деньги за это. Знакомые меня порекомендовали и мне предложили первую свадебную съемку. Я с радостью согласилась. Было очень волнительно. Я очень переживала. Я готовилась, выбирала позы, подбирала. Смотрела фотографии других фотографов. И вот настал тот день. Икс. Я пришла в ЗАГС. Это была обычная прогулочная съемка. ЗАГС и плюс фотографии с родственниками. И у меня просто из головы вылетело все, что я себе делала. Какие-то заметки. Я просто была в ступоре. Мне было страшно. Но, тем не менее, я справилась. Все получилось. Все остались довольны. И я поняла, что мне нравится этот процесс. Я больше люблю работать с людьми. То есть, именно с эмоциями людей. Есть люди, которые умеют себя подать на фотографии. То есть, более профессионально. И есть люди, это гости, родители, бабушки или другие еще люди, которые не умеют абсолютно вести себя перед камерой. И ты, естественно, им помогаешь. Выставляешь и свет, и позы. В первую очередь, я налаживаю контакт с человеком. Мне нужно понимать, какой это человек. Как он себя ведет. То есть, есть такие заказчики, которые, ой, вы знаете, я вот хочу сфотографироваться, но я не люблю фотографироваться. Я считаю, что я нефотогеничный. Я считаю, что я нехорошо получаюсь на кадрах. Многие стараются не улыбаться. Я пытаюсь раскрепостить человека. Приходится даже шутить какие-то шуточки, вплоть до анекдотов рассказывать. Чтобы раскрепостить, я еще включаю музыку. Я бы всем, наверное, посоветовала не стесняться, не бояться камеры. Ни в коем случае не стесняться фотографа, человека, который с вами работает. Нужно доверять друг другу. Общаться. И, в первую очередь, это любить себя таким, какой ты есть. В моей жизни всегда присутствует еще одна работа. Я свадебный координатор. Собственно, почему я еще и свадебный фотограф? Потому что я уже много лет работаю свадебным координатором в свадебном агентстве. Я работаю непосредственно в день свадьбы с молодоженами. Создаю им тайминг определенного свадебного дня. И мне это помогает в дальнейшем для своей работы фотографа. Так как, когда я встречаюсь уже с молодоженами именно как фотограф, я могу им посоветовать очень много локаций, могу посоветовать подрядчиков, могу составить им тайминг. То есть им уже намного проще работать со мной. Я не скажу, что у меня очень высокий ценник. То есть я, скажем так, профессиональный, но более бюджетный фотограф. Есть фотографы, у которых ценники в 2-3 раза выше моего. Но здесь, безусловно, идет уже именно от самого фотографа, от человека. Насколько человек ценит свою работу, насколько он в себе уверен. И на самом деле на любого фотографа, на любой ценник найдется свой заказчик. Потому что изначально, когда встречаемся, составляем смету с молодоженами, ну на примере свадьбы, допустим, расскажем, это можно сделать также на примере индивидуальной съемки. Когда встречаемся с заказчиком, мы всегда спрашиваем бюджет. То есть если праздничное агентство говорит, ой, это не меньше 500, на самом деле нет. На самом деле все отталкивается от того, какой бюджет у заказчика. Можно сделать и на 200 тысяч, можно сделать и на 300 тысяч, можно сделать на 500 и выше. То есть все зависит от суммы. Точно так же и подбираются и подрядчики. Например, вот если говорить о том, как я свадебный координатор и организатор, то мы выбираем по бюджету. Чтобы все вместить, мы подбираем фотографов уже в бюджет, который будет чуть ниже. Например, не 100 тысяч, а 50 тысяч. И предлагаем заказчику варианты на выбор, и уже именно непосредственно жених-невеста или заказчик, они выбирают по стоимости и по материалу, которым нравится фотография, либо не нравится. Фотограф, он все равно нужен на свадьбе, потому что это такие моменты, которые потом хочется пересматривать. Я сама замужем была. У меня есть тоже, также была свадебная фотосессия. Когда ты смотришь, ты вспоминаешь этот день, и те эмоции, которые ты пережил, их ничем не заменить. То есть видео и фото, я считаю, что это в первую очередь нужно. Многие думают, что просто купив камеру, ты можешь нажимать на кнопочку и все, и ты будешь зарабатывать. Очень много денег. На самом деле это не так. Естественно, по-разному все приходят в эту сферу работать. Кто-то именно, чтобы зарабатывать большие деньги, кто-то, у кого-то это перетекает из просто увлечения хобби уже в какую-то работу, в заработок. Я приходила сюда именно не с заработком, не с целью заработка. Больше, наверное, затрат я сюда внесла, скажем так. Потому что это большие вложения. Это большие вложения как финансовые, так физические. И это нужно очень много времени на это потратить. На самом деле тут больше, наверное, творчество и талант имеют значение. Если человеку это интересно, это нужно развивать. Чтобы это развивать, это, конечно, нужно учиться. Очень часто мы используем фотосессии заранее, за дату. То есть если это выездная регистрация, то выездная регистрация – это просто постановочная красивая картинка уже расписанных людей. То есть молодые жены расписываются намного раньше в ЗАГСе. Это не обязательно праздничная вообще торжественная регистрация. Подбираем образ, какое-то красивое платье. Либо это если утро невесты, то это какое-то красивое белье, либо халатик. Мы снимаем спокойно, не торопясь, утро жениха, утро невесты. Снимаем их совместную съемку. То есть бывает такой момент, что мы заранее уже сделали всю эту съемку. Приезжают гости уже на выездную регистрацию. Спокойно также приезжает жених с невестой на выездную регистрацию. И мы уже можем даже какие-то фотографии транслировать уже на банкете. Как правило, еще даже распечатывают фотографии для родителей. Дарят уже на холстах больших. Уже готовые фотографии. Сейчас мы не ездим по городу. Парк Гагарина, Вечный огонь, сфера любви, как это было раньше. На самом деле в некоторых свадьбах даже еще придумывают выкуп. Не как раньше ходили по каждому этажу, пешком каждую лесенку считали. Наверное, сейчас больше в тренде минимализм. Я последнее время уже не вижу вот этих вот ленточек, шариков на машинах. Все уже более спокойно. Если раньше еще были, я помню, в моде, это цвета на свадьбах. Это лимонная свадьба, бирюзовая свадьба. То есть яркие такие акценты. Сейчас это уже не в тренде. Сейчас более классические, пастельные тона, минимализм. Безусловно, я остаюсь свадебным фотографом. И не только свадебным. И семейным фотографом, и детским фотографом. Но я хочу попробовать себя в другой нише, в которой я ни разу себя не пробовала. Я хочу попробовать себя в будуарных, индивидуальных съемках. Более, наверное, в стиле ню. В будущем, может быть, но не завтра, не послезавтра. Я хочу что-то вот на подобии такой выставки сделать для себя. То есть просто, что я могу себе это позволить. И я хочу это себе позволить. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Познакомиться ближе с героями наших выпусков можно на наших страницах в соцсетях. Всегда рады обратной связи с вами. А на этом все, до встречи. Наш стильный партнер и медстудия Елены Ивановой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok